привет народ и рад приветствовать вас на канале капитан герман и вы можете посмотреть и догадаться где мы с вами сейчас находимся а находимся мы с вами в болгарии вы можете спросить почему а мы сегодня перегоняем катамаран лагун 44 2005 года про него я вам расскажу в деталях и мы сделаем офигенную коллаб готовы поехали маршрут который мы будем идти слегка замысловат мы выходим из черного моря из болгарии проходим вдоль побережья турции и проходим через все мраморное море через всю турцию и выходим первым островам греции далее мы проходим через все ионическое море проходим мимо афин и идем в сторону пелопоннеса сейчас на данный момент коринфский залив закрыт в связи с ремонтом поэтому нам нужно будет обходить вокруг пелопоннес после пелопоннеса мы будем проходить мимо кефалонии и корфу и дальше через побережье черногории приходим в хорватию и уже в трагире это в районе сплита мы заканчиваем наше путешествие а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А потом возможно и на Карибы Итак, вот этот человек у нас второй капитан На данном прекрасном катамаране Потому что идти нам надо будет из Болгарии В Хорватию Идти нам 1100 миль Поэтому у нас будет долгий тест катамарана И те, которые мне рассказывают По поводу того, что катамаран Офигенно ходит против ветра Нас ждет 600 миль против ветра Вы мне, сука, докажете это сейчас Но это еще не все С нами еще один Очень известный человек А теперь внимание У нас в команде 3 человека И смотрите кто Хоба Ничего себе Привет, а как ты здесь оказался? Это я в гости напросился В общем, вот таким вот случайным образом Появился этот человек У которого есть вот этот канал Подписываемся на канал Ссылочки все в описании И там вот Ставьте лайк, подписочку Колокольчик Бубенцы нажимаем Не забываем Короче У нас будет офигенный трип Потому что команда у нас Классная, веселая В общем, вот так Итак, наша детка Это Лагун 44 Как я вам уже говорил Называется Дизель Панк Офигенное название для лодки Так как у меня случилась Небольшая неприятность При стыковке Мой самолет На который я должен был успеть Улетел Поэтому, чтобы не терять время Ребята решили съездить в супермаркет И купить продуктов на переход Естественно, я поучаствовал В составлении списка продуктов Которые нам необходим Но я думаю, что они в состоянии Сделать закупки самостоятельно Эту часть перехода я пропущу И приеду уже на готовую закупку Все еще Фух, ребят Все разгрузились Нормально Загрузили все внутрь Загрузили все по холодильникам Наш официальный гость Сергей Не успел с самолета на самолет пересесть Поэтому авиакомпания Какими-то перекладными путями отправила Поэтому она опаздывает Он должен был быть уже сейчас здесь И сегодня вечером Мы могли бы уже тогда выйти Но он приедет только Получается еще через часов Через 6, через 7, через 8 Поэтому мы пока просто дальше развлекаемся По продуктам мы взяли в целом С небольшим запасом Но я надеюсь, что с запасом На где-то 12 дней И по идее больше дополнительного закупа Не должно быть На все про все ушло 200 евро примерно То есть на троих Это по 65 евро Это достаточно дешево То есть в Болгарии закупиться дешево Если бы вы закупались в какой-нибудь Более дорогой стране То на такой закуп ушло бы Наверное 300-350 евро Что-то такое А здесь за 200 евро Мы уже в этом плане раскидались У нас есть все, что необходимо Есть какие-то овощи, фрукты Мясо, лапша, чай, кофе В общем, все, что нужно Основные ингредиенты есть Ну так для удовольствия, конечно, можно будет Если что-то еще где-то интересно Переходить по необходимости Но это не обязательно То есть сейчас уже в целом Всем обеспечены Народ, лайфхак Делаем вот такую лейку Из бутылки И смотрите Закручивается В резьбу Хоба Вот и такая процедура На 300 литров Нажду Показать вам, как нужно Плющить бутылки Которые мы залили Смотрите Кладете бутылку Потом делается это вот так Вот Вот, но это еще не все После того, как вы сели Нужно закрутить Крышечку И получается вот такая вот Кучка Мы уже почти готовы к выходу Вот вы видите Я уже одел Днепром Погода у нас сейчас Скажем прямо На любителя Днем В принципе нормально Градусов 13-15 Где-то, да? Да В общем Для меня это холодно Я специально вышел Вот Для человека Это нифига не холодно Он загорает Он в маечке Сейчас, сейчас, секунду Так, проверочка Есть, Ага? Ага Оно ревело раньше Все, эти срозили, да? Да Да, вроде все окей Ну все Счастливо Сейчас мы идем Вот туда В порт Бургаса И будем делать Чекаут Порт контроль Порт контроль Порт контроль Селин Весел Дизель Панк Колин До них две морские мили Они могут нас, типа, слышать И обратно не передавать Нет, я думаю, что Это слишком близко Тут обычно связь Двадцать миль Ну да А ты же там говорил В видео, что В обратную сторону Не всегда Они могут с ручной радио Но две мили работает Две мили есть, окей Бот контроль Бот контроль Бот контроль Селин Весел Дизель Панк Колин До юридми Овер Никого не Ушли на обед Малютки Стеночка Стеночка И вот такая красивая Таможня Красивая Ну все Вроде стали Мы на одиннадцатом канале Связались С Бургас Трафик Нам сказали Что он сообщил пограничникам И они сейчас за нами придут Ну что ж Нас приехала Забрала вот такая машина И привезли нас На таможенный контроль Вот она Кастомс Попросили не снимать внутри Поэтому я внутри снимать Ничего не буду Но тем не менее Вот снаружи Могу показать домик Ничего особенного Внутри два офицера сидят Что там бумажки заполняют Поэтому мы ждем Просто там вроде как У нас документов И проблем никаких нет Господи Какой же он громкий Так Ну мы сделали Бумажечку Нам поставили Штампики в паспорт Не знаю почему Потому что Это же вроде ЕС И мы из ЕСа Выходим в ЕС Ну как бы у нас Есть штампики Есть бумажечка На выход В общем Этого достаточно ну что готовы поехали у нас вечереет и у нас холода такое себе ну чем мы выходим уже вот ребята занимаются сборкой фендеров все убираем и уже готовимся длинному длинному переход каута chicken а вот это вообще лукари смотрите вот я сейчас такой сверху заходишь слоя тут управление автопилоткой вот идем туда мистика можно оказывается не в холоде это делать девяносто шесть миль до 6 узлов от 13 часов до до канала ну доходов этот вот входа да 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 так ну что народ вы просили съемочек ночью пожалуйста этот ролик такой тонкий вот у нас мы переключились на ночной режим вот это остров мы обходим снаружи хотя бы траки из внутри ну и пойдем по наружной части что у нас курс 112 глубина 27 метров короче выглядит спереди вот так то что вы видите этот огонечек это моя камера отражается на самом деле не видно ничего просто нужно выходить выходить нужно на flybridge и на flybridge уже смотреть что там и как так с фонарем лучше короче у нас сейчас ночь видно все хорошо потому что красный фонарик сейчас светлая ночь хотя небо затянуто облаками но этого я вам все-таки не покажу и сегодня полнолуние красота справа это кстати наш ходовой огонь а вот слева это полная луна так сразу хотел вам показать один минус смотреть вот вы тут идете сейчас вот фонарик есть дома по водке ходится без фонарика здесь вот спуск идет здесь нет никакой индикации можно когда проходишь не вот так вот или отходишь случайно туда оступиться и туда лететь будет очень далеко поэтому нужно быть внимательно нет такой достаточно серьезный минус хотя бы была бы какая-то торцевая подсветка это было вы видно тогда у кей здесь получается что просто такая я но и отсюда видно впереди на самом деле все не очень хорошо нужно выходить потому что здесь у нас окна чуть-чуть запотели такая вот у вас ночная вахта у меня через 20 минут вахта заканчивается я не поступают далее будет вести лодку его два часа первое утро мы развернули парус потому что начал дуть маленький ветерок у нас мы поставили х цел у нас ветер вот видите какой 120 и до 8 узлов ну мы конечно на таком ветру идти не можем ну чуть-чуть наверное стабилизировали катамаран на скорость ну в общем мы двигаемся в нужном нам направлении и сейчас мы подходим к якорингу который идет в черном море перед проходом босфора вообще реально очень холодно то есть она даже какой-то не холод а вот сколько на себя не оденет кой сяпкая такое уже с утра просыпаешься и тебя всего аж трясет поэтому чтобы хоть немножечко вот приподнять температуру тела сейчас заварю себе чай и будет ну сильно лучше а еще на катамаране что прикольно что тут реально можно ходить то есть вот не сидеть на месте как вот у нас сидишь когда идет переход а просто вот дешево такой и себе ноги разминаешь то есть можно ходить нормально кают компании не говоря уже о выходе который можно сделать в кокпит там или попались наверх то есть движение может быть все-таки немножечко побольше вот там маленький спереди это военный корабль и он ну тут идет к нам поперек вот мы уже подходим к каналу босфора и так вот этот мыс мы за него поворачиваем направо и это начинается уже канал то есть вот с правой стороны это турция посмотрите какое количество кораблей стоят здесь корабли на самом деле достаточно маленькие уже чуть побольше чем конечно мы видели в самом начале в болгарии но здесь уже видно что в мусских шиппинг больше чем происходит внутри маленького региона и так мы уже готовы для входа ставим на трекере даже меточку трекинг manual report sure yes все репорт пошел напоминаю что у нас есть сайт yellow brick tracking вы можете зайти ссылочка будет в описании и будет понятно где мы находимся то есть мы постоянно свою позицию обновляем ну в общем скоро мы вам все будем показывать как внутри босфора все происходит и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, что спереди творится. Просто каша. Это все судна, которые идут просто тупо по встречке. И вот ТСЛ канал идет по другой стороне, а они тут сбоку тихонечко едут. А вот эта большая фигня, которая едет вообще на перерез. Золотая лодка, смотрите. Да, да. Ну вот это и есть центр Стамбула. И мы сейчас проходим вот туда и все. Субтитры сделал DimaTorzok Тут в принципе достаточно оживленный трафик. Вот тут паромчик. Один идет, вот там вот их куча. С ними иногда приходится расходиться. Вот еще один идет. Ну мы со всеми расходимся. Но не скажу, что прямо именно проблема здесь ходить. Просто быть чуть-чуть внимательным и все, этого достаточно. Входим в Стамбул. Здесь большое количество кораблей стоит на якоринге. Много всяких разных. Наша жужелица летает. А за ней лодочки, лодочки, лодочки. И вот там вот прямо тоже лодочки. Поджайся, поджайся. Что это за флаг у него такой? Серьезно что ли? Похож. Пару в стиле Кабахстана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мертвая корова А вот эту корову, которую я вам показывал, она еще не разморозилась. Поэтому, к сожалению, я думаю, мы его будем готовить не сегодня. Сегодня у нас будут сальчичас с пуэрко или свиные колбаски. А вот завтра мы уже будем готовить нормальные стейки. А пока, любуйтесь красивейшим закатом, мы идем в закат. Вау, красавцы, они погорелые, чуть-чуть, чуть горели. Нормально. Смотрите на рост, что хотел вам показать. Закат солнце, а с обратной стороны у нас полная луна. Два больших пятна. Один на закате, а второй будет нам всю ночь сегодня светить. Так, вот у нас выехал телевизор. Я так понимаю, ты его сейчас как раз вот крепишь, да? Да. Ага. Нормально на лутку. Это называется TV-клит. А вот эта веревка, которая поднимает телевизор, TV-холиат. Слушайте, я считаю, что мы сделали гриль, и у нас вот такой прекрасный телевизор. Это, как вы знаете, это лишение и преодоление препятствий в яхтинге. Вот так вот, когда сидишь, смотришь на яхте, кино о яхтинге. Ха-ха-ха. Так, у нас появилась какая-то странная вибрация на правом моторе. Короче, левый. Нормально. Правый. Есть вибрация небольшая. Короче, сейчас мы отпустим GoPro под винт. И будем смотреть, что с ним не так, и что там вообще намотано. Сейчас я еще сделаю реверс на оба мотора. Здесь там может что-то такое, можно стряхнуть. Ну, в общем, есть такая вибрация именно на правом моторе. Ладно, сейчас мы идем пока под левым. Ну, в общем, сейчас будем смотреть. Правый мотор у нас на ревизии. Вот у нас сейчас мы идем на одном моторе. И ветерочек. Хрен на себе. Ох. Вот так вот все. Сейчас он для того, чтобы рулить ровно. Вот так у нас радар выглядит. Все вовремя. Так, ну что, вариков у нас не дофига. Один из них можно просто, конечно же, нырнуть и это все срезать. Но вода у нас 12 градусов, поэтому туда нырять, ну, просто жопа как не хочется. Нам все равно нужно будет заправляться в какое-то ближайшее время. Поэтому мы сейчас попробуем найти место, где будет заправка. Там договориться. Может, приедет в гидрокостюме какой-то аквалангист и это все нам поубирает. Мы зальем дизель в воду заодно и дальше поехали по своим катамарантским делам. Ну, или в любой из этих очередностей. Может быть, выйдем просто сейчас уже из Мраморного моря в Средиземочку. Откроем паруса и в полветра пойдем, пока не дойдем, куда нам нужно. И там уже будем заниматься срезанием этого всего с винтов. Но сути это не меняет. Это в любом случае придется делать рано или поздно. Так, вон у нас перед нами красненьким мигает СПА. Значит, у нас с ним пересекающийся. Вот он в природе. Идет спереди перед нами. Сейчас он пройдет перед нами и мы повернем направо. Городской паромчик. Вот такая у нас прекрасная погода. А что нас ждет впереди? Возможно, там что-то будет получше, потому что небо голубое просвечивается и тучи стали не такими плотными. С подводной лодкой даже. Она маленькая. Я делаю вот так вот резко. Что-то еще отмаливается. Потихонечку куски от этого пакета мы сбрасываем. Видно, что хлопья какие-то отлетают. Нейтраль. Ждем, пока все там остановится, потому что если туда-сюда дергать, то могут быть проблемы. Делаю реверс. Нейтраль. Так, с этим все. Я вот так сделал аккуратненько, там, вперед-назад, вперед-назад. И сейчас мы возьмем и посмотрим еще раз камерой. То есть мы уже раза четыре делали. И поэтому мусорный пакет строительный. И он потихонечку разлетается в разные стороны. Крутой девайс. Сейчас, кстати, последний раз, когда делал, еще кусок отлетел. О, давай сейчас посмотрим, что там осталось. А на что вообще похоже было? На пакет? Строительный пакет, знаешь, такой из этих, волокнистый такой. Очень не хочется туда нырять вообще. Очень не хочется. 12 градусов вода. Так, ну вроде, вроде отлетают куски и осталось совсем чуть-чуть. Короче, наверное, этот пакет оттуда уже ушел. Может, там что-то частично осталось. Ну, будем сейчас смотреть, наверное. Пустим еще камеру туда глубже будем смотреть. А сейчас надо заехать на заправку, заправиться. Мы будем заправляться в Турции, зальемся водой. Ну и все вот это вот, все вместе взятое. В маринах, в которую мы будем заходить, там заправка, British Petroleum. Я надеюсь, я надеюсь, что у нас все получится. Впереди где-то боблики навесят. Я просто подумал, кто-то передумает, что-то будет. Если передумаю, я выйду, дам вам время. Вы все нормально сделаете в штабном режиме. Короче, народ, история следующая. Вот мы пришли в марину, вы все видели. И сейчас у нас 11 часов 55 минут. И подошел маринера и сказал, чуваки, заправщик придет в час. Поэтому сидите, делайте тут, что вашей душе угодно. Мы делаем. И у нас есть еще одна хорошая новость. Мы проверили винт, и у нас на нем больше пакета нет. То есть пациент выздоровел сам. Вы на горячую кулант не открыли. Это вот эта вот большая пробка на теплообменнике. Если ее открыть, мы под давлением, и весь горячий тасол будет дуть просто лава в рожу. Так, тянем. Щуп. Капаешь везде. Чтоб не нажавел. Чтоб не нажавел. Не, что учили. Ну, почти поверхный метр. Отлично, это просто. Аник чинит у дрона мотор. Томбис коллекторный. Что-то я вот эту пробочку. Там такая желтенькая. Ага, шел. Шел моргает. Не знаю. Мы только что проверили мотор. Масло окей. В трансмиссию чуть подлили. Кулант вроде тоже все в порядке. Ну, надеюсь, что и в первом, и втором моторе. Не опускай. Все хорошо. И дальше он нас будет тоже радовать и не подведет. Тут красивая емкость. Под этой штукой мотор. Так, все, мы все проверили здесь, да? Да. Только мне ключ надо еще закрыть. Ага. Мы только что далили. У нас были баки неполные. У нас нет четкой статистики. Но из одного мотора у нас ушло 136 литров. Из другого мотора ушло 180 там с копейками. Но 136, я думаю, что это реально. Потому что у нас не были неполные баки. То есть 136 литров в сутки у нас потребляют два мотора. Это где-то 2,5 литра на мотор в час у нас потребляет наша лодка. То есть из-за этого можно рассчитывать наш суточный расход и суточный проход милей. Это где-то, наверное, 150-160 милей мы делаем за сутки. Так, ну все. Мы на 10 долларов заправили воду. И мы готовы отчаливать. Тут все собираются. У нас на лодке и блогеры, и активные участники процесса. Дуэль. Мы сделали все, что нам было нужно. Мы заправились. Мы залили воды. Отлично. Выходим. И не просто выходим. Нас ждет Греция. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!